Здарова, это Яромерка, я приветствую вас в рубрике ТОП-10! Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Бабах! И в этом видео я расскажу про 10 самых длинных маршрутов общественного наземного транспорта. Ну что, погнали! 10 место занимает московский автобусный маршрут М3, который проходит от станции метро Семеновская до стадиона Лужники. Проходит он по Комсоморскому проспекту, улице Хамонический вал, Лужницкому проезду, Большой Пироговской улице, улице Зубовской, улице Причистенке, улице Волхонке, Моховой улице, улице Охотный ряд. Далее идет театральный проезд Новая площадь. В сторону стадиона Лужники автобус следует по Лубянскому проезду, а не по Новой площади. Далее идет улица Моросейка, улица Покровка, Старая Басманная улица, Спартаковская улица, Бакунинская улица, Большая Семеновская улица, Вильяминовская улица. Также в сторону стадиона Лужники автобус следует не по Вильяминовской улице, а по проектируемому проезду номер 64. И Щербаковская улица далее идет, и там находится Конечная. Длина маршрута составляет 16 километров в сторону станции метро Семеновская и 14 в сторону стадиона Лужники. Автобусный маршрут М3 является одним из самых длинных автобусных маршрутов в Москве. На 9 месте у нас тоже московский автобусный маршрут, на этот раз номер 816. Конечные остановки станции метро Калужская и ВКНЦ. Маршрут в сторону ВКНЦ составляет 21 километр. Маршрут в сторону станции метро Калужская 25. Маршрут следования. Улица Обручево. Понять следует только в сторону ВКНЦ. Далее идет улица Профсоюзная, улица Миклуха-Маклая, Ленинский проспект, МКАД и 3-я Черепковская улица. Данный маршрут также является наряду с М3 одним из самых протяженных в Москве. Восьмое место занимает автобусный маршрут 84 города Минска. Его протяженность составляет 22 километра в одну и в другую стороны. Следует он от диспетчерской станции Малиновка 4 до Слепянки. По улицам Слободская, Космонавтов, далее идет проспект Держинского и проспект Джукова. Потом улица Аэродромная, улица Денисовская, улица Ванеева, улица Долгобродская. Далее идет улица Уральская, улица Менделеева, улица Аннаева и улица Передовая. И конечная находится в первом Запорожском переулке. Обратно же в сторону Малиновки 4 он следует по улицам Аннаева и Запорожской. На седьмом месте располагается автобусный маршрут номер один Нижнего Новгорода. Маршрут проходит от площади Минина и Пожарского до жилого комплекса Окский берег. По площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улица Максима Горького. Далее он следует по площади Максима Горького, Большой Покровской улице, площади Лядова, проспекту Гагарина. и по трассе Р-125 Олимпийскому проспекту при Окской улице, Богородской улице и улице Гагарина приезжает на конечную жилой комплекс Окский берег. Его протяженность составляет 23 километра в сторону жилого комплекса Окский берег и 22 в сторону площади Минина и Пожарского. Шестое место занимает и снова Минский автобусный маршрут 112С. Его протяженность составляет 23 километра в одну сторону и столько же в другую. Конечные остановки – автостанция Автозаводская и поселок Сокол. Следует он по улице Машиностроителей, поворачивает направо на Партизанский проспект, следует до развязки СНК-2 на же трассе М1, поворачивает на ней налево и следует до съезда налево на поселок Сокол. Маршрут 112С является одним из самых живописных в городе Минске, так как он позволяет отдохнуть от шума большого города и понаслаждаться природой, что, безусловно, большой плюс. Пятое место занимает, угадайте с одного раза, из какого города маршрут, правильно, из Минска. На этот раз это маршрут 148С. Две его конечные остановки – диспетчерская станция Шабаны и Ландера. Длина маршрута в сторону диспетчерской станции Шабаны составляет 23 километра, а в сторону Ландера – 24. В сторону Ландера он следует по улице Радмистрова, Шабаны и Силицкого и выезжает на Партизанский проспект. Обратно же, когда он следует в сторону диспетчерской станции Шабаны, он не заезжает на улицу Шабаны и Силицкого и следует сразу по улице Радмистрова. Далее он следует по улицам машиностроителей, Голодеда, Убаревича, Виктора Турова и Анки-Лучины. Потом он выезжает на Игуинский тракт, далее на МКАД, с МКАДа съезжает на улицу Степнево и следует по улицам Асаналиева, Серова, Корженевского и выезжает на улицу Ландера, где находится Конечная. Также особенностью этого маршрута является то, что он ездит по выходным дням. По будням он не ездит. Ездит он вместо автобусного маршрута 48, который следует от диспетчерской станции Чижовка до Ландера. Но он немного продлён, и это добавляет некоторое удобство пассажирам. Четвёртое место. Берлинский автобусный маршрут Н-7, который следует от Галенштрассе до Лагахеншонфилд-Терминал-Аэропорт. Его протяжённость составляет 35 км в одну сторону и столько же в другую. Также он имеет 86 остановок в одну сторону и 85 в другую. Это самое большое количество остановок на одном маршруте в мире. На маршруте Н-7 я не буду перечислять все улицы, по которым он идёт. Причины две. Во-первых, я не владею немецким языком, а во-вторых, их там очень много. Я оставлю ссылку в описании на данные этого автобуса. Можете перейти и почитать всю информацию об этом автобусном маршруте, в том числе об улицах, по которым он едет, о конечных пунктах, о километрах, которые он преодолевает, и о количестве остановок. И, кстати, на маршруте Н-7 время в пути составляет более двух часов, что очень и очень много. Третье место занимает Нью-Йоркский автобусный маршрут Х-63. Длина маршрута составляет 37 километров в одну сторону и 34 в другую. Начинают свой маршрут от 253 улицы 149 авеню, а заканчивают в первом авеню 23 Восточной улицы. Теперь про маршрут следования. Следует он по 253 улице, далее по 149 авеню, далее по 259 улице, потом по 148 авеню, потом он выезжает на бульвар Фрэнсиса Льюиса, потом бульвар Хук-Крик, бульвар Мэрик, бульвар Линден, бульвар Куинс. Далее он следует на Манхэттен-Миддаун, далее на 37 Восточную улицу, 3 авеню и на 57 Восточную улицу. Далее 5 авеню. Обратно же он следует по Мэдисон-авеню. Далее идет 23 Восточная улица и заканчивает он маршрут на 1 авеню. Маршрут Х-63 является одним из самых длинных маршрутов Нью-Йорка. На втором месте, уже даже не нужно угадывать, снова Минский маршрут. На этот раз 300F, который следует от автовокзала Центральный до Национального аэропорта Минска. Его протяженность составляет 44 километра в сторону аэропорта и 45 в сторону автовокзала. В сторону аэропорта он начинает свое следование на улице Бобруйской. Далее выходит на проспект Независимости. Из проспекта Независимости, недалеко от урочи, сворачивает на трассу М2, она же трасса Минска-Национальный аэропорт. По ней он, собственно, и приезжает в Национальный аэропорт. Маршрут 300F является самым длинным в Минске, а также самым долгим. Время пути на нем составляет 1 час. Ну и на первом месте в сегодняшнем топе... Троллейбусный маршрут номер 52, который следует из Симферополя в Ялту. Длина маршрута составляет в сторону Симферополя 82 километра и в сторону Ялты 83. Это самый длинный троллейбусный маршрут в мире. Поездка на нем может занять более двух часов. Теперь поговорим про его маршрут следования. Маршрут следования в сторону Симферополя начинается на Московской улице Ялты. Далее идет Южнобережное шоссе и Ялтинское шоссе. И проездом троллейбус следует через Алушту, конкретно по Симферопольской улице. Далее идет Ангарский перевал, перевальная. И уже в Симферополе троллейбус едет по Киевской улице и улице Гагарина. И приезжает на привокзальную площадь Симферополя. Также данный маршрут очень и очень живописный. Можно увидеть не только горы, но и равнины, и поля, и леса. Так что, если вы едете в Крым или живете там, рекомендую на нем прокатиться. Вот такой вот топ-10 самых длинных маршрутов получился. Конечно, я разобрал не все маршруты, есть еще. Если этот топ вам понравился, напишите в комментарии, я сделаю еще один такой же. Ну что же, у меня пока на этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я с вами был Яромирко. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok